Наверняка каждый, кто так или иначе сталкивался с темой виноделия, слышал такое, что хорошее лимон можно сделать только на культурных дрожжах. Дикие дрожжи, они такие дикие, страшные и непредсказуемые, и ничего хорошего с ними не получится. Сегодня мы поговорим о разнице между культурными и дикими дрожжами, а также я отвечу на волнующий на самом деле многих вопрос, почему же мы, а особенно я как биолог, не использую культурные дрожжи. Они же такие культурные, а пользуюсь исключительно дикими. Интересно, начинаем. Здравствуйте, дорогие друзья, рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. И для самых нетерпеливых я сразу же отвечаю на вопрос, почему мы пользуемся исключительно дикими дрожжами. Потому что я сама дура, я так хочу. На самом деле, да, если коснуться немножко происхождения слова дура, в латинском языке это твердый. Да, вот так. Хотя, конечно, некоторые считают по-другому, но посчитают, как хотят. И да, я сейчас говорю немножечко с юморком, но парадокс в том, что почему-то поклонники культурных дрожжей и конвенционального виноделия действительно считают людей, идущих другим путем, да, вот такими самодурами. И есть такая женщина, которую зовут Изабель Лежерон. Очень известная в своих кругах. Она занимается натуральными винами. Она организатор выставки Роу, так их называют, вин в Англии, в Лондоне. И вот про себя она тоже говорит. Я та самая сумасшедшая француженка. То есть, ну, скажем так, мы уже привыкли к тому, что мы какие-то вот не такие. Это, кстати, не только винодели. То же самое в сырах. Вот кто-то считает, что можно так и никак иначе. Ну, еще немножечко позволю себе поговорить на эту тему. Смотрите, история виноделия насчитывает 8 тысяч лет. И 8 тысяч лет вино сбраживали на диких дрожжах. Более того, почти все эти 8 тысяч лет люди даже не знали, что дрожжи сбраживают вино. Но, тем не менее, оно получалось. И да, то вино, которое делали тогда, и то вино, которое делают сейчас, оно, конечно же, несколько отличается. Ну, потому что сейчас мы много процессов знаем, да, многими процессами мы можем управлять. Появились у нас особые вкусовые предпочтения, да. И кто-то любит плотный вино, кто-то легкий. Появилась разная стилистика. Появилось понятие о гигиене и ее поддержании. Тем не менее, знаете, 8 тысяч лет вино существовало. И даже не зная вот обо всех этих нюансах и т.д. и т.п. Да, оно было. И шампанское делали, да, и сладкие вина делали. То есть много чего делали. Дрожжи культурные появились только в 20 веке. Примерно в 20-30-х годах. Что такое культурные дрожжи? Это не какие-то там супер-особенные дрожжи. Микромир, он огромный. Он нереально огромный. Мало того, что есть разные виды дрожжей, которые могут сбраживать вино. Среди них, даже среди одного вида, есть разные штаммы, которые отличаются по определенным свойствам. Одни могут, например, более устойчивы быть к перепадам температур. Вторые могут быть более устойчивы к спирту. Грубо говоря, вот одна семья, да, там мама, папа, детки. Но они все разные, да, у всех разные свойства. Хотя это одна семья. Ну, примерно вот так вот, чтобы вы понимали. То есть это те же дрожжи, которые взяли из природы. Единственное, что вот их отобрали по определенным признакам. И дальше уже размножили в лаборатории, в таких комфортных для них условиях. И теперь разберемся, чем же так хороши культурные дрожжи. Поклонники конвенционального виноделия говорят о том, что вот они предсказуемы. Они дают определенную ароматику. С ними просто, с ними удобно. С одной стороны, да, они действительно предсказуемы. Они заточены под определенные задачи. То есть их выводили под определенные цели. Но надо понимать, что их выводили под определенные цели. Которые не факт, что будут совпадать с вашими. Кроме того, многие поколения, эти дрожжи жили в лаборатории. Можно долго говорить о том, что они там устойчивы к перепадам температуры и все остальное. Но поймите, что для того, чтобы произвести много дрожжей, чтобы была вот эта большая биологическая масса, ну для кого-то же это заработок. Это нормально, абсолютно, они не считают о чем-то плохим. Так вот, их содержат в специальных условиях. Их специально кормят и специально поддерживают температуру. Хотят ли они или захотят ли они после этого жить в ваших условиях? Большой вопрос. Чем чаще всего сталкиваются те, кто использует культурные дрожжи? С таким эффектом, как задушка. Появление запаха тухлых яиц. Я не просто так это рассказываю, не беру это с потолка. За несколько лет у меня набралось достаточно много комментариев. Появился такой запах, что делать? Появился такой запах, что делать? Появился такой запах, что делать? И каждый раз, когда спрашиваешь, это культурные дрожжи. В 99,9% случаев в оставшемся это покупной виноград. То есть там, скорее всего, что была дополнительная обработка серой. Почему так происходит? Потому что, помните, о чем я сказала минуту назад? Эти дрожжи живут в определенной среде. И у них определенная потребность. И чтобы они выполнили ту задачу, которую на них возложили, им надо много питания. И этого питания, как ни странно, может в виноградном суслие именно для них не хватать. Отсюда образуется вот этот сероводород, отсюда образуется запах тухлых яиц. И для того, чтобы это избежать, им нужны подкормки. Дрожжи. Некоторые производители дрожжей говорят, берешь дрожжи, берешь подкормку. Некоторые об этом умалчивают. Ну, либо не считают нужным говорить. Получается, вы купили дрожжи, да, вы думаете, что они вам сделают благо, а они вам сделают не благо. Конечно, некоторые, кстати, задушки, они достаточно легко лечатся. Но на самом деле, там есть большие сложности. Я не буду этого сильно касаться. Потому что тема сложная, тема долгая. И не все так просто. Но сама поверхность, там дрожжам не хватает питания. И, используя культурные дрожжи, надо еще использовать к ним вот эти вот подкормки. Ну, получается, простите, не мела баба клопота, купила порося. Это, опять же, то, что они быстро выбражат, ну, а надо ли нам это скорость? С одной стороны, все, как бы, учебники, да, все говорят о том, что чем милее идет брожение, тем лучше, тем лучше там развивается ароматика. Она не выносится, да, от утопочки нам за 10 дней отбратила. Ну, для производства это очень надо. Потому что в производстве каждый день это деньги. Ну, как бы, в домашнем хозяйстве это надо и не всегда. Дальше, как бы, считают, что, ой, я же вот культурные дрожжи использовала, они там дикие убили, у меня вот что-то получится пересказанное. Не факт, смотрите, если вы используете, допустим, культурные дрожжи, которые сбраживают спирт только до 9%. Вот они сбродили, погибли, а сусло ваше, оно нестерильное. А даже если вы используете серу, вы на деле поймите, что вы не делаете сусло стерильным. Вы всего лишь приостанавливаете развитие других микроорганизмов. Но потом они спокойно себе могут развиваться. И, пожалуйста, как бы, дикие там могут появиться. Более того, опять же, использование серы. Почему вот лично я против? Потому что в сусле все находится в гармонии. Там очень много микроорганизмов. Ну да, это действительно так, но они между собой, у них есть определенные связи. Да, они там друг друга подавляют, не дают им развиваться. И все нормально. Сусло у нас получается стабильнее. Когда мы вносим серу, мы их подавляем. А потом кто-то может начать развиваться. И мы можем подавить как раз-таки того, кто сдерживал кого-то нехорошего. Ну, это такое личное мое мнение. Оно не претендует на истину. Каждый сам решает, что ему ближе, что ему лучше. Значит, что касается диких дрожжей, что вот они такие дикие, они такие непредсказуемые. Наш 9-й винодельческий сезон. Да, поначалу у нас были, конечно, там некоторые проблемы с остановкой брожения. Но это тогда, когда мы вообще ничего не знали и не понимали. Теперь таких проблем у нас нет. Наши дикие дрожжи прекрасно выраживают. Все сусла, они прекрасно работают. Да, они бродят с той скоростью, с которой нам надо. Они бродят при низких температурах. Буквально недавно был ролик, да, я показывала. 8 градусов, они бродят. И все в порядке. То есть я не вижу, вот лично для себя, у меня и так все нормально. Они так прекрасно бродят, у меня и так все хорошо. И как в той рекламе, там, в начале 90-х, если нет разницы, зачем платить больше. Вот. И я не понимаю, зачем. Если бы с дикими дрожжами все было так плохо, то история виноделия не насчитывала бы 8 тысяч лет. Понимаете, это огромная, огромнейшая цифра. И только вот последних 100 используется культурная дрожжа. Чашу весов, понимаете? Конечно, культурная дрожжа в некотором смысле и в некоторых ситуациях могут быть удобны. Например, когда, я тоже об этом говорю, я не являюсь сторонником, вот прям радикально, вот только так, никак иначе. Мы пересыпали сахар, да, ваши дики дрожжи могут уже не переваривать этот сахар, они на это не способны. Мы ничего не сделали для того, чтобы они смогли это сделать, да. Хотя они могут переваривать и большие сахара, и жить при высоких спиртах. Еще эту тему мы с вами затронем. Но вот мы понимаем, что у нас есть проблема, нам хочется решить ее быстрее, да. Мы идем в магазин, покупаем высокоустойчивые дрожжи к спирту и добавляем нормально абсолютно. Бывает так, что на вашем участке дрожжевая микрофлора, ну, скажем так, неправильная. Да, может быть такое, могут быть такие микроорганизмы, как британы мицеты, по-моему, британы. Болезнь, скажем так, эти запахи, в вине называется бред. Не дат, в конце. Запах стула, запах навоза, они дают вине. И, конечно, если мы понимаем, что вот такое на нашем участке есть, смысл с ними работать. Тогда нам надо использовать культурные дрожжи, чтобы получать лучшую ароматику, да, избавиться вот от этого непонятно чего. То есть в некоторых случаях использовать культурные дрожжи разумно, использовать их правильно. А когда еще их можно, и в принципе, я даю совет их использовать, это когда мы ставим игристые, когда мы делаем шампанское по классическому типу. Когда мы добавляем сахар и дрожжевую разводку, и потом собираемся снимать все это с осадка. Почему? Потому что для шампанских вин отобраны специальные дрожжи, которые не прилипают к бутылке. Вот дикие могут прилипать. Я повторю, я сама дура. И я хочу пользоваться только тем, что мне дала природа. Поэтому я на это закрываю глаза. Я делаю игристо для себя. Если у меня там будет... Это явление называется маска. Налет на бутылке? Ну, я знаю, что это такое. И для меня это не страшно. Для новичков, в принципе, лучше здесь попробовать взять культурные дрожжи. Но при этом, вот то, что я вам говорила несколько минут назад, спрашивайте у продавцов, нужны ли этим дрожжам подкормки. Потому что можно вместо блага получить вот эту самую задушку, получить эти самые пухлые яйца. То есть с этим надо быть аккуратным. Дальше культурные дрожжи, как я говорила, могут давать определенную ароматику. И вот здесь вопрос, а нужна ли она нам? Как-то зимой мы покупали просека. Попробовать я вообще не поклоню к просека, но иногда некоторые вещи надо пробовать, чтобы понимать, что это вообще такое. И вот там был отчетливый запах мяты. Вот не знаю, мне кажется, что это дрожжи дали. И как-то вот мята в вине, в игрис там, ну, не то, что там должно быть, да. Может быть, огромная ароматика, мы все это знаем, что там различные фрукты, различные травы, но вот как-то мята меня смутила. И есть на Ютубе ролик Владимира Басова, он руководитель винотрубовой компании, где он рассказывает про натуральные вины, что это такое. И вот там он рассказывает, что поехали они, я не помню в какой регион, по винодельям. И вот везде он пробует вино, ну, какой тут привкус, по-моему, эвкалипта. Там привкус эвкалипта, там, там. И, ну, что такое? Оказывается, дрожжи. Они все используют одинаковые дрожжи. То есть, опять же, да, если мы хотим определенную ароматику, если мы хотим определенную стилистику, пожалуйста. Но, например, я хочу ту ароматику, которую вот дала природа, которую дал мой Труар. Если его можно так назвать, да, вот, наши дрожжи, наш участок, наш виноград, наши сорта, то, как мы их вырастили. Для кого-то важно получить, ну, более, скажем так, стандартизированный продукт. Пожалуйста, в этом случае можете использовать культурные дрожжи. Что касаемо неуправляемости, тоже в нескольких роликах я рассказывала, что есть дрожжи кругленькие, есть дрожжи длинненькие, но, опять же, это очень упрощенно, там много есть еще других нюансов, но это самое основное. Одни сбраживают примерно до 9% спирта, другие сбраживают гораздо выше, но вот этих вот, которые могут жить при высоких количествах спирта, сбраживать высокие сахара, их изначально мало, они размножаются медленнее. Но чем больше сахара в начале, тем больше их будет, и тем больше вероятность, что они сбродят все полностью, ну, или там по возможности и дадут высокие спирты. И, зная всего лишь этот момент, мы можем им управлять. Когда мы делаем закваску для вина, мы можем ее вообще не делать, в принципе, да, но закваска нам позволяет быстрее запустить процесс брожения, и закваска как раз-таки позволяет нам немножко вот управлять процессом. То есть вот я всегда делала закваску, я туда добавляю сахар, я меряю, чтобы было процентов 25-26, все там начинает больше размножать тех, кто более устойчив к спирту, и меня за этим вино сбраживает полностью без никаких проблем, да. А при этом повторю, что вот уже несколько летняя практика показала, что дикие дрожжи прекрасно бродят при низких температурах. Конечно, они реагируют на перепады, любые дрожжи будут реагировать на перепады, но, тем не менее, потом нормально заводятся и нормально заканчивают свою работу. Для себя абсолютно не видим необходимости использования культурных дрожжей в нашем беноделе. Тем не менее, если кто-то считает по-другому, кто-то понимает, что им хочется использовать культурные дрожжи для определенных их целей, пожалуйста, ваше право использовать то, что вы считаете нужным. Единственное, что очень напрягает, это вот это повальное навязывание. Нет, только так и никак иначе. Нет, вот с дикими дрожжами вы делаете шмурдяк там и все прочее. Сейчас столько информации в свободном доступе, что мне странно вообще слышать такие вещи. Есть целое направление натуральных вин, мировое направление. Повторюсь, руу выставки. Роу – это слово с английского переводится как сырое, но это аббревиатура. Real Authentic Wine. То есть настоящее, аутентичное вино. И вот в Лондоне проводятся выставки. Они проводятся не только в Лондоне, они еще по миру проводятся. И мировые производители существуют, которые работают с дикими дрожжами, которые практически вообще не вмешиваются в процесс виноделия. То есть это не удел домашних виноделов. Это мировое направление. Есть винодельник, который с этим работает. И это винодельник коммерческий, который продается. Хорошо это или плохо, хорошее это вино или плохое. Опять же, зависит от каждого конкретного производителя равно, как и вина конвенциональная. Там есть хорошее, там есть плохие. Там тоже бывают вина с дефектами. Ну, так же, как и вина натуральная. Это просто два разных направления. И они не лучше и не хуже. Они просто разные. Так же, как и использование диких и культурных дрожжей. Это не лучше и не хуже. Это просто разное. А вы сами подбирайте то, что вам нужно, под ваши задачи. Выбор всегда за вами. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!